Добрейшего времечка, дорогие друзья! К сожалению, из-за работы я не успел на рестрим, сделать рестрим предпоказа нового 12 сезона, но мы сейчас с вами это все посмотрим и разберем. Напомню, что разработчики в статье сказали о том, что они прислушиваются к нам и решили улучшить сезонные награды. Точнее, награды Battle Pass. Именно я так понимаю, что награды, которые получают тот игрок, который приобретает себе этот Battle Pass, то бишь платные награды, грубо говоря, но улучшить. Давайте мы сейчас это как раз таки посмотрим. У нас неизменная ведущая стрима это КТ Передот и еще кто-то, я не помню. Вот это вот, кстати говоря, скин за покупку Battle Pass. Не предзаказ, а вот именно за покупку Battle Pass. Ну, в принципе, вообще в целом все скины на любителя. Я могу лишь говорить только свое мнение. Мне не особо это нравится, но любителям вот этих вот викингов и всего остального я думаю, что зайдет. Мне, например, нравится больше что-то именно рыцарское. К сожалению, рыцарских сезонов у нас не так много, но они есть и вполне хватает у меня скинов этих. Так что одним меньше, одним больше. И здесь, к сожалению, наши ведущие любят обсасывать каждый скинчик настолько прям вот, что порой до тошноты. Поэтому периодически они долго их просматривают. Итак, ну, в принципе, начало достаточно стандартное в плане скинов. Но видим, что на 20-м левеле каждый из нас получит, как это называется, вот этот вот награда, которая позволяет нам открыть сундуки со скинами. Это новшество, видимо, которое появляется в этом сезоне и в Battle Pass. Даже это получается не в Battle Pass, а в наградах, которые получают все, потому что находятся внизу. Бесполезно вот это вот знамя, как по мне, да? Опять-таки, только моя точка зрения, да, на 20-м ловле. О, смотрим верхние награды. Вот, здесь уже больше схем мы видим. Мы видим, что шестой уровень схемы для оружия, седьмой уровень схемы для доспеха, восьмой уровень схемы для оружия. Они просто это все разделили по одному. Понимаете, если раньше мы добывали там, например, три сундука с чем-то там, то здесь мы, получается, ну, за раз, да, то здесь мы, получается, каждый раз по одному сундуку получаем. Вот, кстати говоря, достаточно много вот этих вот вещей на открытие сундуков со скинами появляется. Для тех, у кого скинов мало, по сути, это хорошая новость. Сможете подобывать себе этих скинов. Просто у меня там все эти скины, которые нам предоставляют именно вот эти вот жетоны, у меня все эти скины, например, есть. Но тут же, как бы, у многих их нету, и поэтому для них будет это все, в принципе, очень даже здорово. Так, по сто там мы, ой, тут, смотрите, сверху, сверху просто по единичке, по единичке, по единичке. Ну, вот для добычи трактатов вот этих вот жетонов побольше стало. Экспа, пушки, 50 синей стружки этой серебряной, или как она обзывается. На сороковом мы получаем там какую-то там эмоцию высыпания песка или чего-то там еще. Я не знаю, что тут они высыпают. На 50-м, я так понимаю, скин на кого там на этого, как их обзывают. На отряды. Вот. Но, если честно, я вам так скажу, что выглядит все пока сомнительно. Посмотрим, что там будет дальше. Просто, ну, достаточно много они в каждом сейчас, фактически в каждом, за каждый уровень мы получаем награду. И эта награда, если раньше мы могли получить там три пушки в одном месте, то это три пушки просто распределены на несколько этапов. Ну, то есть, как бы мы получаем не за один уровень там три пушки, а за три уровня три пушки мы получим. Все. Воду лотоса это бесконечно суют ее. Я не знаю, сильно много ли она нужна для вас. Вот скажите, напишите в комментариях, много ли вы пользуетесь водой лотоса? Это для снятия трактатов, насколько я помню. Да у меня уже этой воды валом. Да, нет, периодически я и пользуюсь, на самом-то деле. Да, периодически, достаточно редкая. Но ее нам дают много. Ну, ладно, окей. Много, не мало, на самом деле. Что-то я жалуюсь. Дают и дают. Просто что, ну, я не знаю. Вот из нового, что появилось, по крайней мере, я сейчас вижу только вот эти вот вещи на открытие сундуков. То есть, сундуков, если вы купите батл пасс, на открываете со скинами целую прорву. Вроде бы наград так насыпано много-много-много, но мы видим, что, по сути дела, наград-то не особо-то и много. Если так разобраться. Просто она стала по одному. Ну, просто она стала... Да, вот синие стружки, кстати, стали давать больше. Вот это да. Я, кстати, когда делал видео и говорил о том, что разработчики решили увеличить количество наград за батл пасс, я там сказал о том, что вот бы разработчики действительно дали что-то ценное. Ну, вы пока можете рассматривать скины, я на них просто не обращаю внимания. Если вам нравится, это круто. Так вот, вот бы разработчики действительно начали давать что-то ценное, что-то новое придумали, которое имело бы ценность, и они давали бы в этом батл пассе. Ну, не прям там, вах. Да, не квартиру где-нибудь в центре столицы какой-либо, да. А просто вот какую-то ценную вещь, да, в ту же фиолетовую схему вернули бы хотя бы, хотя и ценность там у нее не супер-мега крутая. Так нет же, они просто насыпали кучи синие... Короче, как я и говорил, они просто насыпали кучу хлама. Как мне писали в комментариях, то, что можно купить на неделю у торговки, они просто дают за батл пасс. Да, мы же можем серебряную стружку эту покупать у торговки? Можем. Можем мы эти ресурсы покупать у торговки? Можем. Да я могу просто разбирать седла, чтобы добывать ресурсы, которые здесь вот дают. По факту, ну что, они просто увеличили количество получаемых... Получаемого того же хлама. Ну, по-другому это не назовешь. Ну, реально, хлама. Того же хлама просто больше. Вот и все, что произошло с батл пассом. Мы к вам прислушиваемся. Вы сказали, что награды, которые мы вдаем вам в батл пассе, не соответствуют, скажем так, вашим ожиданиям. И мы их стали давать больше просто. Мы просто вам вот... Надо вам этот хлам. Да, кстати, больше, пожалуйста, а что нет? Получается, я чуть-чуть... Тут мой немножко, да. Просто я ожидал немного большего, да. Я ожидал действительно немного большего, но получаем мы, как обычно. Увы, к нашему сожалению. Ну, вот видите, вот эти вот медальки по одной стали давать. Пушки просто стали давать по одному. По одной, да. Ну, вот у меня есть на канале... Вышло там относительно недавно. Там может быть несколько недель назад. Может быть месяц назад. Видео, где я разбираю, сравниваю награды всех четырех... О, всех четырех. Всех сезонов. Полностью всех сезонов награды там есть. Вот вы посмотрите, сколько там давали награды и сколько дают сейчас награды. Просто там, когда вы получали уровень какой-то, вы получали три пушки. Сейчас вы будете получать одну пушку. Но побольше количества в уровне. Ну, вот, кстати, скин до сотый уровень. И 500 клинков. Может быть, клинков стали давать больше. Если честно, я не обратил внимания. Раньше они давали клинков по 30 штук, но чаще. А сейчас я смотрю просто по 100 штук, но реже. Вот и все. Вот и все. Надо будет еще по приколу посчитать количество наград в этом сезоне. И посмотреть количество наград в следующем сезоне. Это просто какой-то интересный момент. Это просто какой-то интересный момент. Вот, кстати, это за сотый уровень скинчик. Вот такой вот скинчик за сотый уровень. Вот, ну, сравним Battle Pass и посмотрим, обманули ли у нас разработчики увеличили количество ресурсов, которые они дают, или нет. Или же они остались по-прежнему. Ну, и как обычно, наверное, после сотого левела будут просто большое количество клинков. То есть, как бы... И, собственно говоря, кроме клинков там ничего и нет. Ну, это ладно. После сотого левела нас особо не волнует. Ну, до сотого левела было бы здорово, чтобы действительно что-то было нормальное, стоящее. По сути дела, Battle Pass покупается по-прежнему банально ради скинов. Больше я там ничего такого не увидел интересного. Так, сейчас мы рассмотрим сезонный магазин. Но дело в том, что здесь из уст ведущих постоянно происходит восклицание Beautiful, Amazing и так далее и тому подобное. Мне кажется, что если выйдет новость о том, что игра там закрывается, или о том, что 10 лет не будут выходить обновления в этой игре, то по-прежнему эту новость эти ведущие скажут Amazing. Вот так вот это выглядит. Я здесь немножечко на ускоренном виде промотаю вам эти скины. Все на самом деле на любителя. Все на любителя. Это вообще, в принципе, касается любого абсолютно сезона и любого абсолютно скина. Если вам нравится сезон викингов, да, если вам нравится вот эта вот атмосфера, то и скины вам понравятся. Нет, ну, значит, не понравятся. По факту, лично для меня, я здесь не заметил ни одного какого-то интересного скина. Ну, вот лично это лично для меня. Тот же, допустим, щит-меч, он уже где-то был в каком-то из сезонов. Был похожий, просто рисунок был другой. Ну, да, тоже касается можно сказать и палаша. Мол, что ты хочешь, щиты же они везде одинаковые. Ну, не настолько прям вот копировать фактически чуть ли не один в один. Ну, да ладно, хорошо, меч другой-то, в принципе, да, по факту. Это все, опять-таки, повторюсь, это все на любителя. И кому он нравится, тому нравится. Кому нет, тому нет, собственно. Так, теперь давайте посмотрим на отряды. У нас на очереди Хускарлы. Вот такие вот бравые ребята. Открываются они окончательно, видимо, после третьей вкладки. Вау! Обратите внимание на количество способностей. Аж целых пять штук. Ну, скорее всего, некоторые способности будут появляться, пусть то, как мы прожмем, например, как у нас там есть у некоторых отрядов. Прожимаем единичку. И можно будет еще раз прожать единичку. Тогда сработает второй эффект этих способностей. Но, учитывая то, что способности эти на английском языке, я не буду, на самом деле, сейчас заморачиваться и пытаться их перевести. Переводчик из меня еще тот много раз уже ошибался. Либо они там что-то меняли впоследствии в плане перевода или чего-то еще. Не суть важно. Лучше подождать. Тут осталось совсем чуть-чуть. И на русском уже почитать, как будут звучать эти способности. Поэтому я не буду сейчас на данный момент это заморачиваться. Можно лишь посмотреть на защиту. Что защиты... Кстати, от дробящего неплохая защита. Чуть-чуть только меньше, чем от проникающего и рубящего. По сути, да. И основной урон они наносят, я так понимаю, рубящим, да. Рубящий урон у них основной. Ну и, соответственно, рубящая защита... Ой, пробитие рубящей брони тоже, в принципе, основное. По лидерству 230 они будут требоваться. Почти без малого 8000 здоровья. Но надо же учитывать, что этот отряд с первого уровня. И на каком-то там 20... А, не 21 юнит в отряде. Ну, в общем, на каком-то уровне максимальном их здоровье будет больше. Это естественно. Ну, очень будет важно посмотреть на то, куда их прокачивать. Опять-таки, так как это все на английском, разбирать сейчас мы просто не будем. Обратили внимание на урон, обратили на большое количество внимания способностей. Ну и более подробно уже разберем этот отряд, когда он выйдет. Кстати, скорость 5.2 достаточно неплохая у этого отряда. Шестой отряд. Четыре вкладки, я так понимаю, надо будет закрыть, чтобы открыть полностью окончательно этот отряд. Отличный, наверное, отряд. Интересное у них парное оружие. Это меч и щит и двуручный топор. На минуточку топор, именно двуручный. И, скорее всего, как вот предполагали, этот топор можно будет достать только после того, как мы накопим ярость. У этого отряда будет некая вот ярость. Когда они будут кого-то убивать, либо когда там по ним будут наносить урон, будет копиться ярость. И, посмотрите, сразу сколько тоже 5 способностей у этого отряда. 5 способностей. Тоже достаточно много. И некоторые могут, опять-таки, активироваться, может быть, как вот с топором. Может автоматически, а может при нажатии кнопочки. Некоторые будут работать только с щит-мечом, а некоторые будут работать только с топором. Ну, видно, что, учитывая то, что у них там 4 способности, где нарисован топор, скорее всего, все эти 4 способности будут только тогда работать, когда у нас будет в руках этот топор. И только одна способность, когда будет щит-меч. Ну, это я предполагаю. Что касается здоровья, то почти 12 тысяч, 11 тысяч, 665 здоровья. В принципе, на 30-м левеле будет неплохо у них по здоровью. Но вот защиты! Защиты даже меньше, чем у Кус Карла! Вау! Вау! Это, скорее всего, будет сугубо атакующий отряд, который будет наносить достаточно большое количество урона. По-другому никак, потому что очень мало защиты. И учитывая то, что у них еще 16 юнитов в отряде, скорость 4,6. Достаточно маленькое лидерство 305, но понятно, что 10 лидерства у нас добавится. И будет в итоге 315. Ну, 10 лидерства добавится, когда пройдет сезон. То есть, это стандартная минусовка 10 лидерства в сезоне для отряда сезонного. По урону, по урону все очень интересно. По урону все три вида урона. А меньше всего дробящий урон. Ну, опять-таки, дробящий урон этот отряд будет наносить ударом щитов. Как обычно, да? Если у отряда есть щит, значит, этот щит будет работать. Видим, кстати говоря, они сейчас показывают способность. Там куча процентов. Опять-таки, я сейчас заострять на этом внимание не буду, потому что, повторюсь, это все... Могу ошибиться и очень сильно ошибиться. Лучше разобраться потом. Тут осталось-то до выхода сезона всего ничего. В принципе, стандартный, опять-таки, больше всего это рубящий урон и также рубящие пробития. Но есть и проникающий неплохой урон, да в принципе, и дробящий тоже. Все очень сильно будет зависеть от прокачки. Верх-низ, скорее всего, защита и атака. Ну, не знаю, стоит ли этот отряд качать защиту, учитывая то, что она очень маленькая. А может быть и стоит. Все зависит от того, какие бонусы там будут даваться. По сути дела, вот по сути дела, что нас еще будет ожидать в этом сезоне? Вспоминаем. То, что руны, да? Руны это стандартная вещь, которая будет нас ожидать в этом сезоне. Они просто, может быть, будут видоизменены. Может быть, что-то они там подработают как-то туда-сюда. И руны нас будут ожидать. Далее, нас будет ожидать то, что мы в сезоне будем сортовать постепенно в плане открытия отрядов. Сначала будут синие, потом добавляются фиолетовые и только потом золотые. То же самое касается и глобальной карты. И что, все, да? Все, там какая-то новая система расчета ранговых битв. Ну, может... А, да, балансные правки. Какие-то там балансные правки отрядов. Тех же Фрей, те же Берсерки, сыны Фенрира. Да, их подбалансят. Их, я так понимаю, что перебалансят полностью и, скорее всего, усилят. Далее, нас... Они тут поработали с картами. Какие-то карты будут переработаны и появятся в игре. То есть, по факту, я, например, ожидал, что они заткнут отсутствующего одного... Отсутствующий один отряд чем-то новым и интересным. Но ничего, что-то я не вижу. Я думал, что, ладно, они сказали Battle Pass. Что-то мы там вам подготовили. Battle Pass будет красивей. Классный сделаем Battle Pass. Нет, красивого Battle Pass пока я не заметил. Тяжело пока, на самом деле. Даже сезонный магазин в плане наград мне казался более... Ну, более слабым. Более слабым. Какой-то, на самом деле, вяленький сезон вы не находите. То есть, сейчас, по моим ощущениям, идет деградация сезонов. Знаете, мы все время ожидали, что какой-то сезон выйдет. Какой-то мегамощный, где будет круто. Но эти ожидания пока у нас и остаются нашими ожиданиями. Мы в каждом сезоне надеемся, что разработчики все-таки услышат нас. И выпустят какой-то крутой сезон с крутыми изменениями. Как для глобалки, так и для, может быть, для соло-игроков. Но каждый раз разработчики говорят нам, мы вас слышим. Мы делаем так, как вы хотите. И делают так, как они хотят. Как они хотят сами. Ну, в принципе, это тема для другого видео. Battle Pass, то, что будет в этом сезоне. Мы уже с вами рассмотрели. Будет все amazing и beautiful. Это прям, так нам сказали наши ведущие. Сомневаться в этих словах, я думаю, что не стоит. На этом я, в принципе, буду заканчивать. Всем добра, мира. С вами был Алексей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok